шалом шал снег зима обычная погода когда пушистые снежинки в медленном танце кружась спускаются вниз две подружки две снежинки боясь потерять одна другую схватились за руки и одна сказала другой ты знаешь какая прелесть в полете созерцать вот эту всю прелесть чудесной природы а вторая горит полете да мы просто падаем ты знаешь скоро мы встретимся с землей и превратимся в прекрасное пушистое белое покрывало с радостью говорила одна нет мы летим навстречу гибели там внизу нас просто будут топтать грустно отвечала другая мы станем ручьями мы вольемся в речки перейдем в моря и океаны и будем жить вечно сказала одна нет мы растаем мы исчезнем навсегда со страхом отвечала другая вот наконец они решили оторваться одна от другой каждая выбрала себе свою судьбу они устремились в потоке ветра навстречу своему выбор дамы и господа вы знаете я всегда за единство всегда за круг за объятия за рукопожатие за за поддержку один другого но иногда вот в этом единстве есть разобщенность мнений когда ты держишь кого-то за руку по по руке тебе передается его энергия он влияет на тебя ты влияешь на него и эти вещи невозможно изменить в свое время пророк или я обращаться к еврейскому народу и говорит и подошел ли я у ко всему народу и сказал долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями если господь есть бог то следуйте ему а если баал то следуйте ему и не отвечал народ ни слова мы стоим перед выбором же выбирать и нужно на это решиться это очень важно в случае с ильяу здесь есть черное и белое иногда в жизни не так все контрастно иногда выбор человек это его выбор и мы не должны в данном случае его жалеть или может быть тратить всю свою жизнь на него потому что это его выбор и вы знаете очень часто этот человек радуется своим выбором пусть даже в наших глазах он выбрал что-то очень страшное вот как пример или я выбрал бал и дала поклонство но здесь может быть какие-то бытовые вещи где человек посвящает себя какой-то идее в твоих глазах он увядает он падает он кончает свою жизнь но его глазах хорошо и может быть этого человека надо оставить вот с этим его хорошо но при этом нельзя терять твою цель твой выбор обезда в книге ты или миа и шах и пиц хаим оэв я мимли ротов приведем это буквально кто человек который желает жизнь тот кто любит не видеть хорошие то есть все свои дни жизни он старается видеть хорошие вот такой человек желает жизнь он держится за жизнь он хочет жизнь он проживет долго поэтому надо стараться неважно с какого угла видеть хорошие хорошие у каждого человека по своему но чтобы твое хорошее не смешивалась с моим мы иногда должны разнять свои руки и посмотреть каждый со своего угла каждый сквозь призму своего мировоззрения шалом шалом